книга открытым оком том 27 тема вера вопрос 3942 раньше фигурировали такие цифры что в бога верят 91 процент жителей и такой же процент среди лауреатов нобелевской премии а как дело обстоит ныне отвечает игнатий тихонович лапкин есть статистика которую никак проверить невозможно но из нее видно что где живут более комфортно богаче там во всевышнего меньше верят так что процента верующих может колебнуться весьма существенно в одну ночь и в ближайшее же время после пятницы кавычки открыты по результатам исследования проведенного ассоциацией гэллаб 66 процентов жителей планеты считают себя льми религиозными в россии этот показатель ниже общемировых среду международный день терпимости ассоциация исследовательских компаний гэллаб интернационал обнародовала данное международного исследования посвященного приверженности к религии в разных странах эксклюзивный представитель гэллаб интернационал в россии и странах с н.г. исследовательский холдинг ромир мониторинг совместно с исследовательскими компаниями других стран входящими в состав гэллаб интернационал принял участие в международном проекте только глаз народа может объявить независимость если не ошибаюсь 2005 года который проводился в мае и июля текущего года в общей сложности в ходе исследования было опрошено 50 тысяч человек из 65 стран мнение которых представляют взгляды более чем 1,3 миллиарда мирового населения согласно результатам исследования две трети 66 процентов жителей планеты считают себя людьми религиозными вне зависимости от того посещают они места религиозного поклонения или нет четверть опрошенных 25 процентов напротив назвали себя нерелигиозными людьми и только шесть процентов сказали что является убежденными атеистами во всех регионах в которых проводилось исследование насчитывается преобладающее количество религиозных людей наиболее сильна приверженность к религии на африканском континенте где 91 процент респондентов назвали себя религиозными в латинской америке этот показатель составил в среднем 82 процента на ближнем востоке 79 процентов северной америке 73 процента странах западной скобках греции наиболее религиозная страна среди западноевропейских стран 86 процентов а норвегия на менее религиозная 36 процентов и восточной европы 60 процентов исключением здесь является чехия где 51 процент населения считает себя нерелигиозным а 20 процентов является атеистами наивысшие показатели религиозности были обнаружены в косово 86 процентов македонии польши и румынии 85 процентов во всех странах азиатско-тихоокеанский регион по праву может называться регионом контрастов в нескольких странах например на филиппинах 90 процентов и в индии 87 процентов приверженность к религии очень сильно в то время как в таиланде и японии выявлено наибольшее число респондентов называющих себя нерелигиозными 65 процентов и 59 процентов соответственно гонконг единственная страна в мире где доля убежденных атеистов превышает половину жителей страны 54 процента с точки зрения социолог демографических показателей женщины 71 процент более религиозно по сравнению с мужчинами 61 процент рост религиозности наблюдается с увеличением возраста среди населения старше 50 лет религиозных людей больше около 70 процентов чем среди тех кому менее 30 лет 63 процента на религиозность оказывает влияние также уровень образования и доход респонденты без образования или с начальным уровнем образования более религиозно 76 процентов чем респонденты среднем 62 процента или высшим 64 процента образования также приверженность религии выше среди населения с низким доходом 70 процентов чем со средним и высоким 63 и 62 процента соответственно такова общая картина приверженности к религии во всем мире в рамках проекта только глаз народа может объявить независимость исследовательский холдинг рамир мониторинг провел в россии аналогичный опрос его результаты несколько отличается от общей мировых всего было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в более чем 100 городах и населенных пактах россии результаты опроса представляют мнение взрослого населения страны как показало исследование 57 процентов россиян считают себя людьми религиозными причем в южном федеральном округе был зафиксирован самый высокий показатель 62 процента в городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек респонденты несколько чаще называли себя религиозными 62 процента женщины в целом более религиозно по сравнению с мужчинами 66 процентов против 46 процентов соответственно интересен тот факт что среди молодых людей зафиксирован достаточно высокий уровень религиозности 58 процентов самые высокие показатели религиозности у пенсионеров 65 процентов а самые низкие у граждан в возрасте от 25 до 34 лет 49 процентов исследование показало что среди обладателей начального образования а также жителей с низким или средним уровнем дохода количество людей считающих себя религиозными несколько выше 60 процентов нерелигиозными людьми считает себя 36 процентов россиян чаще чем среднем по выборке об этом говорили жители центрального и северо-западного федеральных округов 40 и 41 процент соответственно а также жители крупных городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек 42 процента мужчины несколько чаще называли себя людьми нерелигиозными 43 процента среди женщин этот показатель составил 30 процентов а респонденты в возрасте от 25 до 34 лет в четырех случаях из 10 43 процента говорили о том что считает себя людьми нерелигиозными это самый высокий показатель по выборке также часто об этом говорили обладатели высокого уровня доходов 41 процент убежденным атеистом считает себя каждый 20 россиянин 4 процента больше всего таких людей проживает в северо-западном федеральном округе 8 процентов а также в сельской местности 8 процентов псалом 77 34 3 по 37 стихи когда он убивал их они искали его и обращались и с раннего утра прибегали к богу и вспоминали что бог их прибежище и бог всевышний избавитель их и льстили ему устами своими языком своим лагали пред ним сердце же их было неправо пред ним и они не были верны завету его книга оси 5 15 пойду возвращусь в мое место доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего книга оси 7 14 и не взывали ко мне сердцем своим когда вопили на ложек своих собираются из-за хлеба и вина а от меня удаляются когда свет месяца бесстрастно озаряет заснувший ночью мир и все что в нем живет порою кажется что свет тот проникает к нам в отошедший мир как под могильный свод и мнится при луне что мир наш мир загробный что где-то до того когда-то жили мы что мы не мы послед других существ подобный жильцам безвыходной таинственной тюрьмы и мы снуем по ней какими-то тенями чужды грядущему и прошлое забыв в дремоте тягостной охваченной с нами не жизнь но право жить как будто сохранив константин константинович случевский